Гетмовис. Канал для всей семьи. Гетмовис. Канал для всей семьи. С кем приключилась беда? Их крепка дружба. Поли Робокар. И они вместе всегда. Вместе всегда. Давай в ту сторону. Мистер Билдер. Доброе утро. Доброе утро. Стройка продвигается по плану? Конечно. Но пока все выглядит не очень. Но скоро здесь будет прекрасный стадион. Может быть, мы можем чем-то помочь? Нет, спасибо, не надо. Вся работа должна быть сделана еще до обеда. Ладно, но если что-то понадобится, вы только скажите нам. Хорошо, спасибо. Удачного дня. Раз, два, взяли. Он не двигается. Кажется, надо найти другой способ. Мы вернулись. Привет. Как идет установка изгороди? Никак. Все, не сдвинемся с места. Странно. И что же случилось? Этот камень мешает, потому что мы никак не можем сдвинуть его с места. В таком случае надо попросить поука. Он легко с этим справится. Да. Хорошо, что они сегодня заканчивают работу до обеда. Так что у него будет время. Правда? Да. Да. Все, молодцы и хорошо поработали. Можете немного отдохнуть. Да. Ребята, поиграем в бой. Может, и мне стоит кое-что закончить, пока есть возможность. О-о-о, Паук! В чем дело? Давай быстрее! Что с тобой? Ты играешь или нет, Паук? О-о-о. А где же краска? Поп! Да как же ты мог взять мою краску без проса? Я не знал, что и думать. Мистер Билдер, привет, Паук! А, что-то не так? Нет, пока все хорошо. А? Этот поезд, кто его нарисовал? А ты как думаешь? Этот красавец. Я просто вне себя. Невероятно. Это очень красиво, Паук. Кажется, что этот поезд движется. Да, мистер Билдер? Ну, да. Он очень неплохо рисует. Кстати, что ты здесь делаешь? Я хотела кое о чем попросить поука. Ух ты! Какой же ты молодец, Паук! Кажется, у Паука очень много талантов. Например, он очень хорошо рисует. Паук очень хорошо рисует? Думаю, он еще не раз нас удивит. А, Паук, вот еще что. По-моему, этот подарок тебе понравится. Подарок? Так, тадам! Что? А это не мой набор для рисования? Да, твой. И ты два дня просил меня купить его тебе, а потом закинул на склад и забыл о нем. У меня ужасно получилось. В общем так, я бы хотела отдать это Пауку, если только Хелли не против. Конечно, не против. И Паук может забрать его, если захочет. Хелли не против. рисунки! Что это? Признавайтесь! Кто меня разрисовал? Интересно, что здесь делает полк? Что? Кто это сделал? Что? Так это не единственные граффити в городе. Дорога, стена и даже скулты теперь весь в рисунках. Так. Кстати, а вы не думаете, что эти рисунки даже слишком хороши? Хороши они или плохи, рисование без разрешения это недопустимо. Да, ты, конечно, прав. Но интересно, кто мог сделать это? Кто-кто? Паук! Говори, Эмбер. Судя по рисункам, это вполне может быть паук. Кроме того, Пости видел, как паук ехал с набором для рисования. Скорее всего, это все-таки сделал паук. Мне не следовало давать ему краски. Я же не думала, что он разукрасит весь город. Не переживай, Джим. Он сделал это ненарочно. Верно. Для начала давайте попросим мистера Билдера деликатно поговорить с поуком. Ох уж этот поук. Должно быть у вас немного проблем. Да-да, я постараюсь деликатно с ним поговорить. Пока. Ну и где этот негодник? Поук, и правда похоже. Поук? Мистер Билдер. От тебя одни неприятности. Ты хоть думаешь, что делаешь? А это я заберу. Больше никаких художеств. Хватит. Больше никаких художеств. Хватит. 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 Продолжение следует... Думаю, я напрасно был так резок с Пауком. Надо будет отдать ему краски и спокойно поговорить. Что? Ну, что это значит? Где же он? Паук? Паук! Да, служба спасения. Джейн, у нас беда! Что случилось, мистер Билдер? Срочный вызов! Срочный вызов! Паук пропал, и никто не знает, где он может быть. Что? Всем спасателям срочно выехать на его поиски. Хорошо. Срочный вызов! Срочный вызов! Мистер Билдер! Поли! А теперь расскажите, что случилось. Я накричал на Паука. Пропесочил его как следует, а он исчез и оставил вот это. Я не должен был так на него нападать. Не прощу себя, если с ним что-нибудь случится. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Поли! А? Посмотри, я нашла каплю краски. И тут тоже. Если мы последуем за каплями, я уверен, что мы найдем Паука. Угу. Думаю, мы напали на верный след. Не волнуйтесь и ждите нас. Хорошо. Сюда! Быстрее! Да! Сюда! Боук! 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 Где же капли? Я больше их не вижу. А? Я что-то слышу. Все сюда! Боук! Ты здесь? Боук! Работаем! Да! Боук! Боук! Ты в безопасности! Когда ты внезапно исчез, мы все очень волновались за тебя. Верно. Давай вернемся домой. Ты боишься, что тебе не позволят рисовать? Ведь дело в этом. Боук! Мистер Билдер больше не сердится на тебя за твои рисунки. Он просто не хотел, чтобы ты доставлял хлопоты жителям города. Верно. А еще он обещал вернуть тебе краски. Это правда. И поверь, тебе не стоит волноваться, что тебе не разрешат рисовать. Точно. Ух ты! Это прекрасно, Боук! Раскрасить забор для стройплощадки – это отличная идея. Мистер Билдер, вы тоже молодец. Не перехвали. Но знаешь, я только теперь наконец понял, насколько все это важно для Паука. Я был неправ, Паук. И еще я хочу поблагодарить тебя за эту прекрасную картину. Класс! Мне тоже захотелось что-нибудь нарисовать. Паук, дай мне кисть. О-о-о! О-о-о! Лифти, ты уже закончил работу? Да, я перетащил весь груз и даже уже прибрался на складе. Правда? И что же ты собираешься делать? Буду ждать тебя. Давай поиграем вместе, когда ты закончишь работу. Надеюсь, ты не против. Видишь ли, у меня сегодня очень много работы. А знаешь что, Лифти, может быть, ты съездишь в город и поиграешь там со своими друзьями? О-о-о! Ну, хорошо, я съезжу в город. Джин! А? Привет, Лифти! Привет! А где все остальные? Все уехали патрулировать город. Все в порядке, Лифти? О-о-о! Сегодня Терри очень занят и поиграть со мной у него не получится. Вот я и подумал, что мы тут сможем поиграть все вместе. Понятно. Но я сейчас не могу. У меня скутер сломался и мне надо срочно его починить. О! Лифти! Но в нашем городе ты можешь легко завести себе новых друзей. Друзей? Но я понятия не имею, как их надо заводить. Не так просто с кем-то познакомиться. А вдруг я им не понравлюсь? Или они мне? Не волнуйся. Все жители города очень милые. Так что ты легко сможешь с ними подружиться. Ты в этом уверена? Конечно! Ну ладно. И где же мне их искать? Да вот же они! Ну, смелее! Почему ты кидаешь в меня, мяч? Я расстроен. Я больше не дружу с вами, ребята. Мне кажется, они ссорятся. Но мне не нравятся друзья, которые ссорятся. Пусти! Быстрее! Стоять, а то хуже будет! Быстрее! Все не до туда! Ничего! Я все равно... Ну, где вы там? Я все равно до вас доберусь. Мне не нравятся такие страшные друзья. Что, испугались? Ну-ка, Макс, поймай меня. Поймай меня, Макс. Мне надоело изображать плохого парня. Я устал за вами гоняться. Ребята, сколько раз говорил мне играть и торт. Это опасно! Извините, босс! Макс, у меня к тебе важное поручение. Тебе нужно ехать в порт. Ладно. Ого, и где же мне все-таки найти себе друзей? А? Подожди! Ого, и где же ты! Привет! Привет, Клин! Привет, Клин! Привет, Клин! Она не заметила меня! Клин, все хорошо. 101, 102, 103, 104, 105. Лифти! А? Поли! Привет! Привет! Что ты тут делаешь? Да вот, решил поиграть в считалку до трехсот. Что? Ну, скучно играть одному. Поли, я знаю, что это скучно, но в этом городе у меня никогда не будет друзей. Неужели? Такого не может быть? Нет, может. Я сегодня целый день искал друзей и не нашел ни одного. Невероятно! Вот именно. Но он сам мне сказал, что целый день искал друзей. Но ему так и не удалось никого найти. Но я думала, что Лифти легко будет найти новых друзей. Да, я тоже. Должно быть, ему одиноко. Лифти обязательно должен найти себе друзей. Я считаю, что мы должны ему в этом помочь. А что, если нам устроить вечеринку для Лифти? Там он сможет познакомиться со всеми жителями нашего города. Да, это просто отличная идея! Ладно, а ты тогда, Хелли, сообщи всем про вечеринку. Хорошо. Ой, неужели я никогда не найду в себе друзей? Помогите! Ой, нет! Это же тот самый злодей! Слушай, друг, ты должен мне помочь. Ни за что! Ты злой и страшный! Это ты что, про меня? Ну да! Я видел, как ты злился на своих друзей! Кричал, что доберешься на них! А, ты, наверное, видел, как я изображаю злодея. Я в этом настоящий эксперт. Так это была игра? Кстати, а как тебя зовут? Меня зовут Макс, а тебя? Ну, а меня Лифти. Слушай, а что тут с тобой случилось? Да вот, даже не знаю, как объяснить. В общем, так. Мистер Билдер поручил мне съездить в порт. Я поехал, и по дороге увидел забавную груду камней. И тут мне вспомнилось, как мы утром играли. Я и решил проехать между камнями. И ты и сам видишь, что из этого получилось. Ха-ха-ха! А знаешь, ты совсем не злой! Ха-ха-ха! Конечно! Знаешь что? Мы могли бы подружиться. Ты очень забавный. Но сначала помоги мне! Ой, сейчас! Не волнуйся, я вытащу тебя отсюда. Ха-ха-ха! Ничего не получается! Послушай, Лифти, а может всё-таки вызвать спасателей, а? Ну, конечно! Ты прав. И как я сам не догадался? Сейчас я с ними свяжусь. Не волнуйся, Макс. Я скоро вернусь. Как же быть? Как же быть? Как с ними связаться? А тут никого. А? Наконец-то! Можно позвонить! Я всем рассказал про вечеринку. Ой, что это там? Лифти! Ты в порядке? Ой, Хелли, у нас проблема. Макс, застрял! Готово. Джейм! О, привет, ребята! Как идёт подготовка? Хорошо. Всё готово. Я только что закончила делать баннер. О, кажется, Хелли опаздывает. А? Хелли, ну ты где? Быстрее! Всё готово. Ребята, у нас проблема. Что случилось, Хелли? Макс застрял между камнями на облачном холме. Ему нужна ваша помощь. Хорошо. Ребята, выдвигаемся прямо сейчас. Ребята, выдвигаемся прямо сейчас. Ребята, выдвигаемся прямо сейчас. Хелли! Ребята, сюда! Макс, как ты здесь? Со мной всё в порядке. Вот только дышать тяжело. Подожди немного. Мы вытащим тебя отсюда. Лифти, тебе лучше отойти куда-нибудь. Ладно. Рой, давай попробуем приподнять верхний камень. Хелли Эмбер, попытайтесь сдвинуть нижние. Хорошо. Ну что, все готовы? Да. Ладно, на счёт три. Раз. Два. Три. Давай, давай. Давайте ещё чуть-чуть. Давай на счёт три. Давай. Раз. Два. Три. Давай, Макс. Сейчас. Это было здорово. Так. Вот и всё. Макс, смотри, больше никогда так не делай. Учти, если бы Лифти не нашёл тебя, всё могло бы быть гораздо хуже. Точно. Нельзя быть таким легкомысленным. Спасибо вам, ребята. Спасибо тебе, Лифти. Не за что. Я рад, что смог быть полезен. Оли, знаешь, теперь я чувствую, что смогу найти себе друзей. Я наконец-то понял, что первое впечатление иногда бывает обманчивым. Верно. Запомни, если ты сам будешь дружелюбным, то ты сможешь подружиться со всеми. Ага. Уверяю тебя, сегодня вечером все жители города станут твоими друзьями. А что ты имеешь в виду? Сам увидишь. Ха-ха-ха. Ну что, давайте начинать нашу вечеринку. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Ребята, что всё это значит? Мы должны были сделать для тебя вечеринку намного раньше. Не надо извиняться. Если честно, я и мечтать не смел, что для меня устроят вечеринку. Я надеюсь, ты не думаешь больше, что мы постоянно дерёмся. Да, мы совсем не любим драться. И если тебе захочется поиграть, мы будем только рады. Да, хорошо. А хотите, я вам расскажу, почему я подумал, что Макс злодей? Конечно! Утром я увидел, как раз выглядел со своими фруклярами. Да, теперь он никогда больше не будет одиноким. Верно. Теперь ему будет с кем поиграть. И я очень за него рад. Хорошо, что у Лифти много друзей. А потом вдруг увидела его... Да! Робокар Поли и его друзья Думаю, можно уже возвращаться домой. О! Гадость! Что это за запах? Ой, ужасно! Как много мусора! Сейчас вот так... Не надо! Не надо! Отстаньте от меня! Помните! Ох, улетели! Клини! Привет, Клини! Привет, ребята! Клини, мы собираемся поиграть в мяч. Хочешь с нами? Думаю, сегодня не получится. Ой! Клини, это ты так громко лякаешь! Ага. О, знаешь, в прошлом месяце меня тоже мучила икота. Да, это очень утомляет. А когда она у тебя началась? О, вчера утром. Вчера? Спуки, а как же ты остановил икоту? Не знаю. Она сама прошла. Ребята! Привет, Поли! Привет, Клини! Вы, случайно, не знаете, как остановить икоту? Икоту? Видите ли... Клини икает? Клини икает со вчерашнего дня. И ничего ей не помогает. Ух ты! Это, наверное, утомительно. Поли, ты знаешь, как остановить икоту? Вообще-то, икота обычно проходит сама. Лучше не обращать внимания. Задержи дыхание и посчитай до десяти. Это может сработать. Да, я уже где-то слышал об этом способе. Правда? Ну что, Клини, задержи дыхание, ну а мы посчитаем. Хорошо. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну как? Прошло. Ооо, кажется, это бесполезно. Спуки, перестало еще хуже. Ооо, это странно. И что же? Дело в том, что мы все перепробовали, но ничего не помогло. Все это очень странно. Я не слышал, чтобы икота могла длиться так долго. Я согласен. Это действительно странно. И все равно, иногда бывают такие случаи, когда ты очень долго не можешь перестать икать. Я знаю одного человека, который икал целый месяц. Что? Целый месяц? Этого не может быть. Знаете, иногда в нашем мире случаются удивительные вещи. И все же, если не удастся остановить икоту, бедная Клини совсем измучается. Мы можем ей как-то помочь? Ребята, можете положиться на меня, потому что я кое-что придумала. Что именно? Завтра увидите. Вы как хотите, а я пошла спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ребята, я, конечно, не знаю, что придумала Джин, но надеюсь, что икота у Клини прекратится раньше. Да. Ребята. Ребята. Поли. Привет, Поли. Ого. Так значит, Клини, ты до сих пор икаешь. Клини не спала всю ночь. Но почему это происходит со мной? Да, это уже серьезно. Видите? Ну, что я вам говорила? Думаю, это обязательно должно сработать. Та-дам! Это машина для испуга. Машина для испуга? Я где-то прочитала, что для того, чтобы перестать икать, нужно как следует испугаться. А сейчас давайте ее испытаем на... Клини. А ну-ка иди сюда. А почему я? Мы должны посмотреть, как эта машина работает. Подойди и встань сюда. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Стой спокойно, расслабься. Угу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А что это такое? Что? Не подействовало? Тогда... Ой, как шумно! Ух! Ну а теперь ты испугался? Я не испугался, просто слишком шумно. Ты не испугался? Это странно. Почему он не испугался? Ммм... В таком случае придется еще над ней поработать. Джин, скажи, ты правда думаешь, что эта машина может остановить икоту? Конечно. Доверьтесь мне. Вот только я больше не буду испытывать эту машину, Джин. Хм. Тогда не проси меня тебе помочь, когда ты начнешь икать. Не волнуйся, со мной этого не будет. Кто знает. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Ой, как же нам помочь к линии? Не понимаю, почему икота не проходит. Ой. О, у меня идея. Кажется, я знаю, как остановить икоту. Правда? И как же? Слушайте! Прилечения! Прилечения! Ха-ха-ха! Это и гающе так аппетитно выглядит! Хе-хе-хе, подъезжай ко мне, Кли! Хе-хе-хе, подъезжайте ко мне! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Кли-ли! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Что нам делать? Ой-ой, не видно ничего Что же делать? Надо срочно вызвать команду спасателей Попробуем Эта машина не пугает, а только раздражает Да, служба спасения слушает Как дела у Клини? Знаешь, я недавно видел ее Кажется, икота еще не прошла Правда? Срочный вызов! Срочный вызов! Что случилось? Клини, Спуки и Кэп упали в водоем недалеко от дерева дружбы Всем спасателям выехать на вызов! Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, быстрее Держитесь Все, работаем Я буду вытаскивать Клини Рой, займешься Кэпом Хелли Эмбер, берете на себя спуги Хорошо Спокойно, Клини Хорошо Пожалуйста, быстрее Спуги, не расписай Мы вытащим вас отсюда Хелли, здесь что-то мешает Проверь в ту сторону Хорошо Что это? Летайте Летайте вы отсюда Ой, а что же делать? Эмбер, быстрее Извини, спуги Давайте быстрее Если не хотите подружиться с мухами Сейчас Я никогда никого не вытаскивал Из такой лужи Кстати, а почему этот водоем Стал таким грязным? Во время последнего шторма Весь мусор принесло сюда Готово, Хелли Спасибо Спасибо вам Не за что Прости, Клини Я не думал, что так получится Все хорошо Вы же просто пытались помочь мне А? Клини Кажется, твоя икота прошла Да? Не может быть Ура! Икота прошла! Отлично Клини По-моему, план Спуки сработал Спасибо, Спуки Да не за что Думаю, эта лужа тоже помогла Верно? Да, это было ужасно Ой Я икаю Ой И что же делать? А в чем проблема? Хелли сам сказал Эта лужа хорошо помогает От икоты Что? Ну уж нет Машина Джин Мне поможет гораздо больше Извините Мне уже пора, ребята Ура! Помоги мне, Джин! Икота и правда Очень странная вещь Верно Робокар Поли и его друзья Привет, тройняшки! Привет, ребята! Все в порядке в порту? Да! Кэмп опять приехал Правда? Честно вам скажу Жители были очень-очень добры Если бы не их помощь Тогда... Кэмп! О! Дорогие друзья! Как ты? Все хорошо? Ну, конечно! Добрый день, ребята Добрый день, миссис Белль Кстати, если не секрет Что привело тебя сюда? Ага, минуточку Ну-ка, посмотрите Ого! Ого, это гусеницы! Да, и необычные гусеницы Редкий вид, его трудно найти Я собираюсь передать их музею насекомых Такая удача! Поздравляю! Думаю, это здорово! Поли, полюбуйся на них! Вряд ли у тебя появится еще раз такая возможность Ай, не надо! М? Все в порядке? Ну да, конечно! Пожалуйста, положи их обратно в фургон Ты же сказал, что это редкий вид Они могут разбежаться Так что лучше убери их подальше отсюда Да, думаю, Поли абсолютно прав Осторожность не помешает Я согласен Миссис Белль, вы не могли бы тут за ними присмотреть? Мне нужно поискать для них пищу Гусеница, подожди, не убегай Я привез редкий вид гусеницы, мне нужно найти им еду Так, вот это подойдет? О да, спасибо, Джин Не за что Знаешь, я бы очень хотела посмотреть на это чудо Мы тоже Тогда приглашаю вас всех посетить порт Мы приедем Ну а вы как, тоже приедете? Конечно Я не смогу, у меня дела Извините, мне надо спешить Еще увидимся Поли, не забудь про техосмотр Хорошо Ладно, и мне тоже пора Ребята, всем пока! До свидания, Кэмп! Поли, подожди! Вам не кажется, что Поли вел себя странно? Согласен Ребята, я сам сегодня был немного удивлен Когда Кэмп показал Поли гусениц в порту Что? Неужели Поли испугался, увидев гусениц? Угу, в общем, судя по всему, думаю, наш Поли действительно их боится Я не верю, это невозможно Учитывая то, что сказал Рой, и то, как странно себя вел сегодня Поли Все это очень похоже на правду Хэлли Тут нет ничего смешного Ведь для Поли это очень серьезная проблема Я понял Ну, они говорили, что ты боишься гусениц Волновались за тебя, но это, конечно же, чепуха Ну что ж, энергоблок в порядке Поли, теперь подвигай рукой Поршень тоже в порядке Готово, у тебя все хорошо Поли, почему ты вздыхаешь? Тебя что-то беспокоит? Джин, когда ты трогаешь гусениц, тебе что, садится? Совсем не страшно? Конечно А, значит, ты и правда боишься гусениц? Чш, пожалуйста, говори тише Никогда бы не подумала Не смейся, Джин, для меня это очень серьезно Прости Ты же знаешь, я ничего не боюсь Но вот гусениц я просто не выношу Джин, все будут смеяться, когда узнают об этом Конечно нет К тому же, как тебе известно, я умею хранить тайны Лифти, ты не принесешь мне из офиса фонарь? Ладно И где же он может быть? А? Ай! Ай! А-а-а! Гусеницы! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! 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 Лифти, что здесь происходит? Миссис Белль, вон в той коробке гусеницы Они такие страшные! Да что страшного в гусеницах? Они же безобидные Ну, я нечаянно уронил коробку на пол, а они взяли И все разбежались Что? А-а-а! Они разбежались! А-а-а! Мои гусеницы! Говоришь, они разбежались! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Мои гусеницы, где они? А-а-а! Ты знаешь, что это? Это очень редкий вид! Это катастрофа! Катастрофа! А-а-а-а! Ой, простите меня Это я нечаянно уронил коробку И что теперь делать? Они же могут умереть, потому что им нужна земля! А-а-а! А-а-а! Поли, я тебя искала Вот смотри, я кое-что купила для тебя Та-дам! Что? Эту гусеницу убери! Чтобы преодолеть страх перед насекомыми Надо просто попробовать с ними подружиться Ребята! Что вы тут делаете? О, ничего Мы едем посмотреть на гусениц А вы с нами, а-а-а! Я бы с удовольствием, но я должна быть в штабе Вдруг будет срочный вызов Разве что Поли окажет мне услугу и заменит меня Конечно, Джин, не волнуйся Я бы тоже хотел поехать Но ведь кому-то надо оставаться здесь Останешься? Спасибо, Поли! О, миссис Бэй, что-то случилось? Джин, у нас катастрофа Все редкие гусеницы разбежались! Редкие гусеницы разбежались? Если мы их не найдем, может случиться беда Они все умрут Ребята, нам очень нужна ваша помощь Я поняла! Не волнуйтесь и ждите нас! Вы все слышали? Вы должны немедленно отправиться в порт Хорошо! Ребята, подождите! В чем дело, Поли? Просто я не выношу насекомых Если уж совсем честно, я их боюсь Я так и думал Если вы хотите, я, конечно, могу с вами поехать Но что толку? Зачем ты так, Поли? Ты недооцениваешь себя Никто из нас не может спланировать спасательную операцию, как ты Это точно! Так что предоставь поиск гусениц нам И мы их найдем Следую твоему плану Но, ребята... Хорошо Я оценю ваше доверие И я вас не подведу! Да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Но они же слишком маленькие, а порт огромный! Хелли, а мы можем их поискать с помощью детектора? Конечно! Что ж, попробуем! Когда Хелли укажет, где они, мы в свою очередь привлечем их с помощью света! Да, такова природа насекомых, они любят свет! Точно! Гусеницы приползут на свет, и мы их поймаем! Отличная идея! Ладно, для начала я должен их обнаружить! Рядом со складом первая и вторая! Третья и четвертая в доке! Пятая рядом у кранов стройняшек! И шестая в грузовом отсеке Терри! Что? Так седьмая у доски объявлений, все семь гусениц обнаружены! Молодец, Хелли! Теперь привлечем их светом, а потом аккуратно поймаем с помощью вот этого пинцета! Кэмп и миссис Белль, пожалуйста, помогите нам! Хорошо! Ну что, начнем? Ребята! Это должно сработать! Миссия выполнена! Да! Отлично, миссис Белль! Быстрее! Все! Это было ужасно! Ну, пожалуйста, покажитесь! Ого! Есть! Интересно, как они там? Оли! Всех нашли? Еще нет! Нам осталось найти еще одну! Но уже удалось засечь сигнал! Нашел! Поли! На твоей голове гусеница! Что? На моей голове? Поли, стой спокойно! Я сниму ее! Нет, Рой, подожди! Я должен сам! Ну как? Привет! Извини! Да! Мы сделали это! Молодец! Поли! Ах, всё позади. Скажи, а ты давно боишься насекомых? Ну да, уже давно. Я помогал котёнку спуститься с дерева. И вдруг на меня стали падать огромные гусеницы. Вот с тех пор я их и боюсь. Да, теперь понятно, откуда у тебя этот страх. Но тебе надо помнить одну вещь. Гусеницы абсолютно безобидны. И потом они превращаются в прекрасных бабочек. И если ты будешь воспринимать их как малышей из мира насекомых, ты сможешь преодолеть свой страх. Но я уже его преодолел благодаря этому испытанию. Очень жаль. Я-то надеялся, что мы ещё долго сможем тебя дразнить. Так ты думаешь, что уже справился с этим? Поли, на твоей голове... Что? Ой, где она, где? Знаешь, Поли, кажется, ты ещё боишься. Значит, ты так пошутил. Но это слишком. Робокар Поли и его друзья Пригласительная открытка для нас? Да. Я вижу, она от Кэпа. В прошлом месяце он попал в газету, как самый стильный житель города Брумс. Вот он и решил устроить праздник, чтобы отметить. Правда? Скажи, а когда будет праздник? Завтра в 6 часов вечера. Ну всё, я поехал. Мне нужно развести приглашение всем друзьям. До встречи! Удачи, гости! Ура! Праздник! Клини! Спокки! Привет! А что это у тебя такое интересное? Это приглашение от Кэпа. Ты его уже получил? Приглашение? Меня назвали самым стильным жителем города Брумс. И я устраиваю праздник, чтобы отметить это событие. Кэп. Нет, я ещё не получил. Может, оно в почтовом ящике? Конечно! Иди скорее проверь. Кэп приглашает всех своих близких друзей. Значит, тебя он должен был пригласить первым. Ты так думаешь? Пусто! Может, потерялась. Стой, стой, стой! Спокки, куда же ты запропастился? Ты случайно не получала приглашение на моё имя? Приглашение? Нет, не получала. Как же так не может быть? Привет, Спокки! Ага, привет, Лифти. Ага, ты тоже получил приглашение? Да! Я уже собрался уезжать, но Костя успел мне его отдать. Поскорей бы уже завтра. Я должен выяснить, что случилось. Спокки, куда же ты опять уехал? Пока, Спокки! Значит, Кэп не пригласил только меня. Праздник будет очень скромный. Это же Кэп! Ребята, вы получили моё приглашение? Ещё бы! А ты уже всем приглашение разослал. Пожалуйста, скажи нет, Кэп. Конечно! Все мои друзья должны были получить их утром. Кэп, как же ты мог! Спокки, привет! Куда направляешься? Домой. Домой? Но ты же живёшь совсем не здесь. Я недавно переехал, Поли. Правда? Почему же ты тогда такой грустный? Ну, понимаешь, Поли, ты ведь тоже получил приглашение Кэпа. Да? Сегодня утром приехал Пости и всем нам его вручил. Вручил? Всем вам! Поверить не могу! Спокки, неужели ты не получил приглашение? Нет, Поли. Я совсем ничего не понимаю. Может быть, Кэп больше не считает меня лучшим другом? Мне так обидно, что я даже злиться начал. Ах, очень интересно, что же могло случиться? Что? Приглашение для Спокки у тебя, Хелли? Ну, сегодня утром я был в патруле и встретил Пости. Я должен обязательно отдать это приглашение сегодня. Может, Спокки переехал? Почему здесь никого нет? Можешь отдать его мне. Я найду, где живёт Спокки и отдам ему приглашение. И вот, представляете, я сегодня целый день искал Спокки, но я нигде не смог его найти. Спокки ничего об этом не знал и обиделся на Кэпа. Ну и дела. А давайте отнесём открытку на станцию завтра, с самого утра. А если мы не сможем его найти? Ребята, это будет ужасно. Да, мы ведь не знаем, где Спокки живёт. Как же мы отдадим ему открытку? А, Спокки почти наверняка живёт возле Арахисовой улицы. Он сказал, что совсем недавно переехал в тот район. Правда? Ну, значит, завтра утром поищем его. Мы тебе поможем. Спасибо. Так, когда я открою почтовый ящик, там обязательно будет приглашение. Если да, Кэп, то я забуду про всё и прощу тебя, как будто ничего не было. Я так больше не могу, Кэп. Ты пригласил на свой праздник всех, кроме одного меня. Я тебя за это не прощу. Вот увидишь. Так, мне нужно отвезти мистера Уэллера в порт. Ты, наверное, думаешь, что сможешь вернуться другим путём, Кэп. Но ничего у тебя не выйдет. И никакого праздника у тебя не будет. Так, приехали, мистер Уэллер. Спасибо, Кэп. Не за что. Ну что ж, хорошего дня. И вам тоже. А мне нужно подготовиться к празднику. У-ху! Когда эту дорогу завалило? Ну ладно, значит, придётся возвращаться по туннелю. Ой-ой-ой! Закрыт на весь день на ремонт? Плохи мои дела. Здесь мне не проехать, и там мне не проехать. Что же мне делать? Да, попробую проехать через горы. Друга опасная. Как же мне выбраться? Кто-нибудь, помогите! Есть здесь кто-нибудь? Интересно, куда он переехал? О! Я нашёл! Спуки, куда же ты переехал? Ребята, я нашёл дом Спуки. Полечу и отдам ему приглашение. Давай. А мы всё вместе вернёмся в штаб. Хе-хе-хе! Кэп, мне кажется, ты попал в беду. Спуки! Хелли! Ой, наконец-то! Вот. О! Это же приглашение от Кэпа! Да. Пости хотел передать тебе его ещё вчера. Но ты переехал, и он просто не смог тебя отыскать. Не может быть! Хелли, какой кошмар! Кажется, я совершил громадную ошибку. Какую ошибку? Как бы ты ни злился, нельзя было так поступать с другом. И вообще, куда мог поехать Кэп? Другого пути вроде бы нет. Я знаю. Я проверю горную дорогу. Горную дорогу? Да. На месте Кэпа. Я бы поехал туда, чтобы не опоздать на свой же праздник. Я слетаю туда и вернусь. Нет! Я хочу с тобой! Не за что! Это опасно. Там часто бывают камнепады. Подожди здесь. Скоро увидимся! Хелли! Найди Кэпа! Кэп! Где же ты? Кэп! Помогите! Вот он! Срочный вызов! Срочный вызов! Чем делать, Джейс? Пришло сообщение от Хелли. Кэп ехал по горной дороге и свалился с обрыва. Нужно срочно его спасать. Хорошо! Хелли, мне страшно! Не бойся! Спасатели уже в пути! Вот они! Кэп! Ребята! Поли, колесо Кэпа застряло между камнами. К тому же начался камнепад. Так что надо спешить! Поли, скорее! Не бойся, Кэп. Я тебе помогу. Продержись еще чуть-чуть, ладно? Ладно. Ребята, я спущусь и освобожу колесо. А вы тяните Кэпы наверх. Хорошо. Хорошо! Хорошо! Рой, Эмбер, держите! Хорошо! Вот так. А теперь я разобью камни и освобожу колесо. Начинаем! Тяните медленно! Кэп! Поли! Поли! Ты в порядке? Все хорошо. Я спасен. Прости меня, пожалуйста, Кэп. Я не сказал тебе, что переезжаю и во всем обвинил тебя. Как же я мог не прислать тебе приглашения? Я первым делом написала открытку для тебя, Спуки. Правда? Тебе надо было спросить самого Кэпа, прежде чем обижаться на него. Тогда бы не было никаких недоразумений. Да! Да, Хелли. Кажется, я еще не сказал спасибо тебе за то, что ты принес мне приглашение. Не за что. Кстати, вам не кажется, что мы тут заболтались? Точно, Кэп. Все твои друзья скоро соберутся. Что же мне делать? Спуки, из-за тебя мой праздник все-таки будет исторчен. Прости меня. Да ладно. Мне пора, друзья. Увидимся. Кэп, можно я тебе помогу? Подожди меня. Если хочешь помочь, поезжай за мной. Только скорее. Хм, похоже, мы почти закончили. Да, кажется, мы неплохо справляемся. Ребята, доброе утро! Доброе утро! А почему вы подметаете площадь? А где Клини? Знаете, Клини вчера заболела. Поэтому мы решили ей помочь. Прибраться вместо нее. Что? Клини заболела? Клини заболела? Вы хотите навестить Клини? Да. Я слышал, что Клини всю ночь было плохо. Кажется, Эмбер до сих пор оказывает ей помощь. Понимаете, я собирался в магазин посмотреть на красные шины. Да как ты можешь так говорить? Твой друг болен. Но я же... Хорошо. Так, тебе лучше. Температура спадает. Клини! Привет, ребята! Клини, знаешь, мы слышали, что ты заболела. Да, мне уже намного лучше. А, у тебя такой усталый вид. Да. А, смотри, мы тебе кое-что принесли. Цветы. Какие красивые. Держи, Клини. Спасибо. Три-четыре. Выздоравливай, Клини. Выздоравливай, Клини. Выздоравливай, Клини. Поднимайся, Клини. Будь всегда веселой. Будь всегда здоровой. Поднимайся, Клини. Ты из молодчина. Клини. Ну как, тебе хоть немного лучше? Да. Спасибо, мне гораздо лучше. Надо же, как повезло этих Клини. Я тоже так хочу, чтобы друзья дарили мне подарки и пели. Они танцевали и пели для нее. И знаете, это просто какое-то чудо. Ей сразу стало легче. Думаю, к завтрашнему дню она поправится. Действительно чудо. Даже не верится. Знаете что, это не чудо. Забота друзей – лучшее лекарство. Это точно. Давайте завтра еще раз приберемся вместо Клини, да? Ладно. Вы что? Извини, Хэлли. Куда это вы так торопитесь, ребята? Мы едем навестить Спуки. Ну да, представляете, он тоже заболел. Может быть, он заразился, когда навещал Клини? Возможно. Эмбер, будь добра, съезди и посмотри, как там Спуки. Хорошо. Ой, у меня плохо. Спуки, скажи, как ты себя чувствуешь? Знаете, меня что-то знобит. Наверное, у меня сильный жар. Правда? Тогда надо измерить температуру. Что? О, нет. Жар уже спал. Теперь у меня такое чувство, будто меня кто-то толкает изнутри. Толкает? Хм. Да. Ой. И еще я кашляю. Ой. Должно быть тебе очень больно. А где еще у тебя болит Спуки? А еще... О. Эй, Кэп, что там у тебя? Может, подарок для меня? Эй, Кэп, я знаю, что ты мечтал о красной шине. Спасибо. Давно о такой мечтал. Мне сразу стало лучше. Правда? Это так здорово. Это просто здорово. Знаете что? А чтобы закрепить эффект, вам надо спить мне, выздоравливай, Спуки. А еще вы должны навещать меня каждый день. Хорошо. Как скажешь, Спуки. Значит, Спуки не болен. Ага. Я думаю, ему тоже захотелось внимания и заботы друзей, поэтому он так поступил. Он для этого притворился больным? Ребята, Спуки, конечно, не прав, но я его понимаю, потому что мне тоже иногда хочется внимания и заботы друзей. Только подумай, недавно ты тоже притворился, что очень болен. Что? Когда? В прошлом месяце. Я делала твою работу, потому что ты сказал, что ты очень болен. И мы патрулировали твою зону, чтобы ты спокойно лечился. Верно. А я тогда пробыла рядом с тобой целый день. А, да, помню. Хм, подозрительно. Нет, я правда был очень-очень болен. Слушай, это очень странно. Что именно? Почему Спуки даже не пожелал поболтать с нами? Я это сразу заметил. Он хотел быстрее нас спровадить. Не знаю. Можете ехать. Я серьезно. Ребята, вы уже сделали для меня все, что могли. Может, он хотел выглядеть перед нами сильным? Все равно это странно. Когда ты болен, тебе всегда немножко одиноко. Давай, чтобы не гадать, просто вернемся и посмотрим, что делает Спуки, а? Давай. Поехали. Выздоравливай, Спуки. Молодчина, Спуки. Что это за шум? Спуки, веселись до утра. Давай. Что? Я думал, что он болеет. Он нам солгал. Ты у нас еще по пляжу, Спуки. Ура. Кто бы мог подумать. Оказывается, болеть так приятно. Спуки. Ой-ой. Почему они вернулись? Можно выйти? Да, сейчас. Кажется, ты не на шутку разболелся, Спуки. Мне стало еще хуже. Бедненький Спуки. Мы приехали, потому что беспокоились за тебя. Не волнуйся. Мы уже попросили Эмбер забрать тебя в больницу. Что? Как это? Ага. Она скоро будет здесь. Пойду посмотрю. Может, она уже тут? Ага. Ситуация выходит из-под контроля. Пости! Мне уже стало намного лучше. Не надо в больницу. Не бойся, Спуки. Поверь мне, в больнице совсем не страшно. Разве что. Там поймут, что ты просто симулянт. Что? О, неправда. Я болен. Я очень-очень болен. О, Эмбер, привет. Давай отбежим его в больницу. Ни за что не поеду. Нет, нет, не поеду. Подожди. Убегай, Спуки. Ты должен поехать в больницу с Эмбер. Я же сказал, не поеду. Стой. Стой. Не хочу в больницу. Будет знать, как нас обманывать. Спасите. Что случилось? Спасите меня. Спуки в беде. В чем дело? Почему ты не признаешься? Я никогда никого не обманывал. Ребята, вы что, спорите до сих пор? Да. Джин, не дразни Хелли. По-моему, все это подозрительно. Да, служба спасения слушает. Джин, у нас проблема. Что такое? Спуки висит на банановом утесе. Не может быть. И не только это. Пожарный кран сломан. И там, в другом, вода. Спуки вот-вот сорвется вниз. И разобьется. Все будет хорошо. Ребята, поехали скорее к Спуки. Субтитры создавал DimaTorzok Хелли, лети вперед и оцени ситуацию. Хорошо. Эмбер, твоя задача найти пожарный кран и закрыть до упора. А мы с Роем вытащим Спуки. Хорошо. Погнали. Спуки, еще немного. Давай. А, я больше не могу. Спуки. Скорей. Держись. Еще чуть-чуть. Спуки, спасатели скоро будут. Субтитры создавал DimaTorzok Рой, вытаскивай Спуки быстрее. Хорошо. Хорошо. Эмбер, как дела? Почти готово. Я спасен. Мы так рады, что ты в порядке, Спуки. Ребята, спасибо вам. Извини, Спуки. Я и не предполагал, что так получится. Я тоже. Ничего, я сам виноват. Не надо было притворяться больным. Просто я позавидовал Клини. Захотел, чтобы обо мне так заботились. Что? Ты поэтому врал своим друзьям? Спуки, не обязательно притворяться больным, чтобы твои друзья обратили на тебя внимание. А, ты прав. Знаешь, я тебя понимаю. Правда? А, кажется, мы оба простудились. Кто знает. Может быть, они опять притворяются. Ну, нет. На этот раз я правда простыл. Кажется, меня знобит. И я тоже сейчас чихнул по-настоящему, правда? Что? Значит, в прошлый раз ты просто морочил нам голову? Нет, я как-то... Ну, это... Хэлли, ты тоже притворялся больным? Ну, может, немножечко. Но сейчас все по-настоящему, честно. Думаю, Джин будет в восторге, когда узнает. Ой, я пропал. А-а-а! Робокар Поли и его друзья Ой, слишком темно. Включайте ваши фары быстрее! А-а-а! Хорошо! Внимание! Чрезвычайная история! Препятствие прямо посередине дороги! Ваше действие? О-о-о! О, наше действие! Надо ехать назад! Успокойся! Смотри внимательно на меня! Сначала ты должен включить аварийные фары, вот так. А потом отъехать в безопасное место. И сразу позвонить в службу спасения. Помогите! Аварийная ситуация в тоннеле! Экзамен окончен. Ух ты! Мини, ты просто молодец! Ага! Бросьте, это пустяки! Мини, сдано! Вот здорово! Поздравляю, Мини! А вот вы, ребята, к сожалению, не сдали экзамен. Ой, у нас почти получилось. Ну, ничего, значит, вы сдадите в следующий раз. Всё впереди! Конечно! Да! Так, ребята, этот значок – награда за успешную сдачу экзамена по вождению. Так. Ура! Спасибо! Вам нравится? Да, повезло тебе, Мини! Не сомневаюсь, что ты очень усердно занималась Мини. Да, ищу бы, потому что мой дедушка обещал купить мне подарок, если я сегодня сдам экзамен. И какой подарок? Кристальные серёжки. Ах, погода отличная! Интересно, Мини удалось сдать экзамен? Привет, дедушка! О, Мини, ну как дела? Ах, дедушка, смотри! Видишь значок? Это награда за отличную сдачу экзамена! Внучка, я тобой горжусь! Есть за что! А теперь скажи мне, дедушка, когда ты купишь мне подарок? Я купил его, когда узнал. Что ты собираешься на экзамен? У меня будут кристальные серёжки! Что это? Дедушка! Что-то не так, Мини? Что это такое? Мини, что-то случилось с твоим подарком? Как это сюда попало? Это совсем не то, что я хотела, ты же знаешь! Это какое-то досадное недоразумение! Хочу серёжки! Итак, вам нужно как следует упаковать 10 тренировочных шин, я правильно понял? Да! Так, посмотрим. У меня есть в наличии 6 шин. О, привет, Масти! Здравствуйте, как дела? О, ребята, и вы тут! Ну, Мини понравился подарок, который ты ей купил? Думаю, да! Она так радовалась, что получит подарок! Просто не могла дождаться! Ну, честно говоря, с ним возникла одна проблема! Проблема? Проблема? Сейчас? Как же так? Тебе доставили коробку Спуки! Коробку Спуки? Да, понимаешь, эти две коробки абсолютно одинаковые. Ничего удивительного, что их перепутали. Извини, что я так подвёл тебя. Ничего, всякое бывает. Даже не знаю, это был последний экземпляр. Что же делать? Не волнуйся, старина. Я верну свою коробку. Поли, а ты знаешь, где живёт Спуки? Конечно! Хелли, послушай, ты вполне можешь один доставить эти шины в штаб. А я пока провожу мистера Мастик Спуки. Да. О, опять какая-то неувязка. Да. Послушай, Спуки, а ты уверен, что в этой коробке больше ничего не было? Абсолютно уверен. Тогда где может быть мой подарок для Мини? Неужели Уиллер опять ошибся? Знаете, я так не думаю. Кроме ваших двух, больше одинаковых коробок не было. А эта игрушка не из магазина мистера Уиллера. Мне кажется, что эти коробки перепутали в другом месте. А, точно! Может быть, их перепутали позже? Поясни. Ну, недавно, когда я ехал домой... Ля-ля-ля, ля-ля-ля... Ага. Идь! Спуки! Ну как можно быть таким невнимательно? Простите меня, мистер Билда. Наверное, тогда мы и перепутали коробки. Простите, мистер Масти. Ничего страшного. В жизни и не такое бывает. Знаешь что, Поли? Надо спешить, чтобы застать мистера Билдера на месте. Да. Что? Подождите. Значит, мы со Спуки случайно обменялись коробками по дороге? А до этого коробку Спуки перепутали с коробкой Мини? Да. И поэтому мы приехали к вам, чтобы уладить это недоразумение. Вот незадача. К сожалению, я уже отнес эту коробку в почтовое отделение. Как же так? В ней был подарок для моего племянника, который живет за океаном. Надо же. Ума не приложу, что делать. Понимаете, я обещал Мини, что верну ее подарок. Не волнуйтесь, мистер Масти, все будет хорошо. Езжайте домой к Мини и ждите. А я обещаю, что во всем разберусь. Ну тогда, как же быть с моей коробкой? Не расстраивайтесь, мистер Билдер. Если мы найдем коробку Мини, то и ваша тоже найдется. Пости! Поли, что случилось? У меня к тебе очень срочное дело. Пости, посылка, которую мистер Билдер принес сегодня утром, она все еще у тебя? Посылка мистера Билдера? Нет, она была отправлена в порт час назад. Что? Вот это уже серьезно. Как это, перепутали подарки? Понимаешь, Джин, это вышло случайно. Все дело в том, что коробки были одинаковыми. Как это грустно. Мини так ждала этого подарка. Мне очень жаль ее. Да. Кстати, очень странно, что от Поли нет никаких вестей. Вот именно. Если он поехал забрать коробку у Спуки, то уже должен быть здесь. Поли, ты нашел подарок? Нет, не нашел. Задача усложнилась. Что случилось? Спуки по ошибке взял коробку мистера Билдера, а ему оставил коробку мини. Что? К тому же, коробку уже доставили в порт, откуда Си-Си увезет ее за океан. Как же так? Но еще можно что-то сделать? Нам остается только встретиться с Си-Си и попросить вернуть подарок. Ребята, едем в порт. У меня есть план. Хорошо. Боли! Келли, твоя задача – разыскать Си-Си. Мы последуем за тобой. Хорошо. 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 Келли, твоя задача – разыскать Си-Си. Все, вперед! Келли, твоя задача – разыскать Си-Си. Келли, я нашел Си-Си. Отправляю координаты. Хорошо. Ой, ну наконец-то я нашел тебя, Си-Си. Не понимаю, что происходит, но надеюсь, что помогу. А, вижу ее. А? Ребята, давайте сюда. Си-Си разрешила нам зайти в грузовой отсек. Спасибо, Си-Си. Ты очень любезна. Рады помочь. Си-Си. Си-Си, Пости привез посылку. В каком она контейнере? М-м-м. Если не ошибаюсь, ее положили в красный. Ясно. Поли, надо сначала поднять желтый контейнер. Угу. Эмбер, берем левую сторону. А ты, Рой, берешь правую. Когда вытащим контейнер, Хейли займется поисками посылки. Ну что, готовы? Да. На счет три. Раз, два, три. Так. Понесли. Рой, давай немного правее. Да. Вот так. Хейли, давай. Сейчас посмотрим. Ну где же ты, коробочка? О, вот. Ага. А это коробка мистера Билдера. Все в порядке. Отлично. Мы едва не пересекли океан, чтобы найти эту коробку. Отлично поработали. Спасибо, Си-Си. Счастливого плавания. Счастливого пути. Так, Мини. Все, полюбуйся. Ой, какие они красивые. Спасибо вам, что нашли подарок. Верно. Спасибо вам всем, ребята. Пожалуйста. Это вы сделали все, что в ваших силах, чтобы сдержать обещания данной внучки. Конечно. Мини, поблагодари своего дедушку. Точно. Он так переживал, что ты останешься без подарка. Дедушка, извини меня. Я не должна была так капризничать. Ничего, Мини. Я же видел, как ты расстроился. Спасибо, дедушка. А это подарок от меня. Ну? Ну, как он тебе? Хе-хе. Мне очень нравится твой подарок. Его нельзя перепутать. Это уж точно. Робокар Поли и его друзья Ого, что все это значит? Наверное, здесь побывала Джин. Ребята, вы здесь, а я вас искал. Хэлли, осторожно! Хэлли, ты в порядке? Все хорошо. Хэлли, у тебя опять что-то с ногами? Я наступил вот на это. Откуда ты это взял, Хэлли? Джин, Хэлли мог получить серьезную травму. Когда заканчиваешь работу, за собой всегда надо убирать. Простите меня, я сейчас все уберу. Прости, пожалуйста, Хэлли. А? А что это? Кажется, это тебе, Джин. Ого, пришло целый месяц назад. Из Международной Ассоциации Изобретателей. Откуда? Откуда? Мы отмечаем сотую годовщину Ассоциации Изобретателей. И в честь этой даты мы выберем лучшего изобретателя мира. Бросьте вызов действующему чемпиону. Заявки на участие принимаются до 27 апреля. Ну как? Мне кажется, это здорово. Я очень хочу поучаствовать. Но через три дня прием заявок закончится. Да, тебе не кажется, что времени мало? Ничего страшного, ведь я год готовилась к этому конкурсу. Знаете, что я решила изобрести? Робота посыльного. И как видите, проект изобретения уже почти готов. Если вы подмените меня в штабе спасателей, то я успею закончить свою работу вовремя. Конечно, мы тебе поможем. Удачи и постарайся стать лучше всех. Правда. Спасибо за помощь, ребята. Пойду работать. Удачи и постарайся стать лучше всех. Установлю функцию искусственного интеллекта и все. Так. Увидимся завтра утром. Хм. Джин. Неужели она еще не проснулась? Хм. Даже свет не выключила. А это что? Робот посыльный. Выглядит очень неплохо. Хелли. Э, Рой. Доброе утро. Доброе утро. Скажи, что-то случилось? Я проезжал и решил на всякий случай заехать, а ты как? У меня хвостовой винт работает странно, наверное, из-за падения Я хотел, чтобы Джин отремонтировала меня В таком случае, она должна срочно тебя осмотреть Это точно Ладно, тогда я потом заеду Хорошо О, только не это! Ужас, чертеж исчезает, нужно срочно позвать Джин Нет, Рой, Джин очень разозлится на меня, когда она это все узнает А что ты предлагаешь сделать? Ну, я... ну, я... я... я обязательно скоро скажу А пока, пожалуйста, пожалуйста, никому не говори, ну, пожалуйста О, и что же мы будем делать? Кто это сделал? Кто мог так поступить с моим чертежом? Он полностью испорчен! Элли, это ты! Что? Ты видела, что это я? Видела? Тогда кто это мог сделать? Поли весь день был в патруле, а Эмбер в штабе Сегодня ее очередь там дежурить Рой, это был ты? Что? Я... я тоже этого не делал Джин, если это сделал один из нас, он обязательно признается Верно! А, слушай, а чертеж мог свалиться сам? Ну, или разлить на себя молоко? Нет, конечно! Как чертеж мог свалиться сам по себе? В комнате точно кто-то был! Ну, почему пропала самая важная схема чипа искусственного интеллекта? Теперь все кончено! Хэлли, тебе лучше прямо сейчас рассказать Джин всю правду Я не могу признаться прямо сейчас Что это у них происходит? Если я сейчас ей все расскажу, то она никогда, никогда не простит меня Да, но потом признаться во всем будет гораздо сложнее Знаю, но ты все же дай мне время Когда-нибудь я скажу ей правду Ой! Хэлли! Эмбер! Не знаешь, как там Джин? Я не видела ее после того, как вернулась в штаб Думаю, она очень расстроена А еще, мне кажется, что Рой что-то скрывает от нас Что? Ты ведь не думаешь, что это Рой сделал, да? Вообще-то я видела, как Рой заходил в ремонтный центр сегодня утром Что ты сказала, Джин? Что утром Рой был в ремонтном центре? О, так вот что произошло Но пойми, ты обманываешь друга, а это нехорошо Я знаю это Рой! А? Так это все-таки ты испортил мой чертеж Что? Мне кажется, ты все не так поняла Эм, в смысле... Не пытайся меня снова обмануть У меня есть свидетельница Я действительно видела, как ты туда заходил, Рой Джин очень расстроилась, когда узнала об этом Прости меня, Рой Ты не понимаешь, Эммер Я правда был в ремонтном центре, однако Чертеж испортил не я, понимаешь? Но тогда кто же? Хватит! Пожалуйста, не ссорьтесь Это я испортил твой чертеж Мне было очень стыдно И я не смог сказать Джин правду Простите меня! Простите! Эмми! Что это было? Надо было сразу правду сказать Из-за меня друзья усомнились друг в друге Шины! Мои шины! Что мне делать? В домике спуки пожар! О нет, мои дорогие шины! Спуки! Спуки! Что у тебя случилось? Келли? Я репетировал огненный фокус И вдруг начался пожар Пожалуйста, спаси мои шины! Шины! Это не главное Нам нужно выбираться отсюда И поскорее! За мной! Спуки! За мной! Мои шины! Мне нужно спешить Что же мне делать? Я не могу взлететь! Ой, голова закружилась Наверное, я надышался этим дымом Джин Джин, Хелли сделал это ненарочно Просто так получилось Пожалуйста, пойми Ему сейчас очень плохо Послушай, ведь ты знаешь правду Да, команда спасателей, Джин Джин У меня тут пожар! Что? С тобой все в порядке? Я, да В полном Хелли меня спас Правда, сам он остался в доме Он не может выйти Кажется, он не может взлететь Да, Хелли сказал мне, что у него хвостовой винт сломан Что? А что, если с Хелли случится что-то плохое? Не волнуйся, Джин Все будет хорошо Ребята, теперь поехали скорее к Спуке Хорошо Сыне Хелли Э Gloria Хелли КОНЕЦ Хэлли, ответь мне! Скуки! Ребята! Мы спасем Хэлли, а тебе лучше уехать отсюда. Ладно. Я войду в дом и попытаюсь найти Хэлли. А вы пока постарайтесь потушить огонь снаружи. Хорошо! Хэлли! 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 Очнись, Хэлли! Рой! Так, давай выбираться отсюда. Хэлли, ты в порядке? Ох, все в порядке. Мы так волновались за тебя. Пожалуйста, простите меня, ребята. Ведь если бы я тогда не обманул вас, то ничего бы этого вообще не случилось. Не говори так, Хэлли. Ты не представляешь, как мы рады, что ты в порядке. Да. Кстати, Джин уже давно простила тебя. Да, правда. Ой, как хорошо. А что у вас вообще там случилось? Это долгая история. Хэлли, куда это ты собрался, дружок? Тебе еще нужно отдыхать. Знаю, но я должен туда долететь. Ты же всю ночь не спала. Я скоро вернусь. Хэлли! Вот упрямый вертолет. Так здорово, что ты все же сможешь поучаствовать в конкурсе изобретателей. Кто же знал, что у нашего малыша Хэлли такая хорошая память? Да уж. Не верится, что ему хватило одного взгляда, чтобы запомнить чертеж. Это точно. Только ему надо было сразу сказать правду. Ой, мне нужно немного поспать. Еще бы. Не бойся, мы тебя не подведем. Джин! Здесь спать нельзя. Иди домой. Нет. Хэлли, ты такой хулиган. Робокар Поли и его друзья Ну вот. Что, ты хочешь, чтобы я купил тебе рыбку? Да. Понимаете, я хочу заботиться о ком-нибудь как полк. Но ты должен знать, что ухаживать за рыбкой совсем непросто. Я справлюсь. Ну, пожалуйста, мистер Билдер. Ну что ж, ладно. Кэмп, как твое путешествие? Просто потрясающе. Огромный водопад. Великолепная природа. Я привез столько фотографий. Вы придете в восторг, когда их увидите. Я так завидую тебе, Кэмп. Да, работа у тебя что надо. Покажи фотографии. Я хотел предложить вам всем сходить всего на одну ночь в поход. В поход? Да. Я покажу вам свои снимки в лесу под пеней разных жучков. И вам покажется, будто вы путешествовали со мной. Что скажете? Пойдете со мной? Конечно, пойдем. Если в городе будет все в порядке. Да. Все готово, Макс. Скажи мне, тебе нравится? Спасибо, мистер Билдер. Мне очень нравится. Ха-ха-ха. Считай рыбку своим младшим братиком и хорошенько заботься о нем. Да, не волнуйтесь. Что ж, пойду навещу мистера Уиллера. Хорошо. Ух ты! Эта рыбка так похожа на Макса. Конечно, ведь это мой братик. Его зовут Мини Макс. Мини Макс? Какое хорошее имя для рыбки. Ты, наверное, очень доволен, Макс. Еще бы. Правда, сегодня я не смогу играть в мяч. Я должен заботиться о нем. Ну ладно, тогда мы поедем. Скоро увидимся. До скорого. Пока. До скорого. Мини Макс, сегодня я буду играть с тобой. Ой, какой ты классный. Скучно весь день сидеть дома и смотреть только на тебя. Хочется поиграть в мячик. Макс, скорее, скорее. Давай, что случилось. Что? В поход, говорите? Да. Я недавно встретил Кэмпа, и он позвал нас сегодня в поход. Вот, представляешь, он покажет нам снимки из своего путешествия и сыграет для нас на укулеле. А еще мы разожжем костер. Правда здорово? Поехали с нами, Макс. Но подождите. Если я поеду, то кто останется с Мини Максом? Мне нужно накормить его ужином. Макс, ну мы же ненадолго поедем. Все будет хорошо? Конечно. Все будет прекрасно. О. Мм. Ребята. Слушай, зачем ты взял столько вещей? Ого, ты как будто на целый месяц в поход собрался, а не на один вечер. Я взял только самое необходимое. Да уж. Кстати, ребята со строительной площадки тоже пойдут. Нам нужно будет проследить за порядком. Не волнуйся, мы с Хелли прекрасно справимся. Привет всем. Привет. Все собрались. Я не хотел идти, но теперь я даже рад, что не остался дома. Мне здесь нравится. Спасибо, что позвал меня к Эм. Ха-ха, не за что. Хорошо проведи время. А когда багаж будет разложен, можно считать, что поход начался. Да, ура, поход! Поход! А? Что это? Ой, что это было? Хелли, ты ощутил толчок? А? Это землетрясение. Я тоже так думаю. Рой с Поля отправились в город, чтобы разведать обстановку. Нужно прервать поход и отвезти всех в безопасное место. Да, ты права. Вы все поняли? Мы не знаем, когда произойдет новый толчок. Поэтому мы уходим в укрытие. Друзья, следуйте за мной. Внимание, жители Брумса! Мы повторяем предупреждение. Землетрясение может повториться. Пожалуйста, отправляйтесь в безопасное место. Отправляйтесь на пустырь или в поле, где нет никаких строений и без паники. Рой, электричество отключилось. Понял. Уходи в безопасное место. Если вдруг задержишься в здании, оставь дверь открытой, чтобы иметь возможность быстро уйти. Да, спасибо. Всем, кто остался дома, чтобы избежать травм от упавшей посуды или мебели, спустись в бостоломе. Похоже, что дело очень серьезное. Да, наверное. Я пока закончу эту работу и вернусь домой, если ты не против. Я что-то беспокоюсь за детишек. Да, конечно, и поторопись. Ребята! Где же вы? Ребята! Куда же все подевались, а? О, нет! Вода утекает. Вот так. Не открывается. О, нет! О, нет! Все хорошо, друзья, без паники. Эмбер, когда это закончится? Думаю, уже скоро. Здесь безопасно. Потерпите немножко. Хорошо. Хорошо. О, нет! О, нет! Так, вроде бы все хорошо, да? Да. Хелли, как там у вас дела? Хорошо. Хорошо, мы сейчас в безопасности. Землетрясение закончилось? Да, опасность уже миновала. Ребята, землетрясение закончилось. О, как хорошо. Не волнуйся. Рой только что доложил, что в городе, на побережье и в порту все в порядке. А по соображениям безопасности поход был отменен. Эмбер и Хелли уже возвращаются в штаб. Понял. Тогда я тоже возвращаюсь назад. Хорошо, Поли. Я так рада, что не случилось ничего плохого. Какое-то землетрясение. Ребята! Смотрите, почтовый ящик разрушен. Это из-за землетрясения. Интересно, а дома все в порядке? О, нет! Мини Макс, моя рыбка! Мини Макс! Дверь не открывается! Что? Там кто-нибудь есть! Мистер Билдер! Да, команда спасателей, Джин. Джин, у нас случилась беда. Срочный вызов! В чем дело, Джин? Мистер Билдер не может выйти из дома Макса. Спасатели, отправляйтесь на помощь! Хорошо! Хорошо! Дверь не может выйти из дома Макса. Мистер Билдер и моя рыбка там внутри. Что же мне делать? Не волнуйся. Мы спасем Мистера Билдера и рыбку. Рой, попробуй открыть эту дверь. Хорошо! Мистер Билдер, вы в порядке? Да, да, все хорошо. Поли, из-за землетрясения дверь покосилась. Я не могу ее открыть. Понял. Попробуем ее выбить. Мистер Билдер, отойдите от двери. Мы будем ее выбивать. Хорошо. Ребята, начинаем! Да! Элли, давай! Понял! Минни Макс, пожалуйста, потерпи. О, это Мистер Билдер. Мистер Билдер, вы в порядке? Я-то в порядке. Вот рыбка. Увы. Минни Макс, он не двигается. Погоди, давай я налью воды. Минни Макс, он, наверное, погиб. Что я наделал? Минни Макс. Кажется, рыбка шевельнулась. Что? Шевельнулась? Да, точно. Сам посмотри, Макс. Ух ты, он живой! Ура! Он живой! Что? Ты оставил рыбку, чтобы пойти в поход? Я... Простите. Я отнесу рыбку туда, где и будет лучше. Нет, пожалуйста, не увозите мини Макса. Мистер Билдер, Макс пошел в поход из-за нас. Это мы уговорили Макса бросить рыбку. Да, это не оправдание. О, Мистер Билдер, пожалуйста. Мистер Билдер, раз уж Макс понял свою ошибку, давайте дадим ему второй шанс. Да. Пожалуйста, поверьте. Мистер Билдер. Ладно, я дам тебе еще один шанс. Правда, спасибо. Я позабочусь о нем. Да, заботься хорошенько и не бросай его. Заботиться о живом существе – это огромная ответственность. Да. Прости меня, мини Макс. Холодно. Робокар Поли и его друзья Нет, моя батарейка очень скоро сядет. А до станции зарядки слишком далеко ехать. О, спуги. Привет, Кэп. Как хорошо, что я тебя встретил. У меня батарейка садится. Я могу заглохнуть в любой момент. Не отвезешь меня до станции подзарядки? И понимаешь, я сейчас очень спешу к Посте. Он сказал, что у него какое-то срочное дело. Правда? Может быть, ты тогда по пути свяжешься со спасателями? Конечно. Подожди здесь. Хорошо. Поторопись, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Все готово, Кэп. О, теперь мне гораздо лучше. Спасибо. Но я подзарядила тебя совсем немного. Тебе надо доехать до станции и дозарядиться. Мне туда из дома так далеко ехать. Правда, когда садится батарейка, я чувствую себя совершенно беспомощным. Станция экстренной подзарядки? Да, я все думаю о том, что случилось. Если у наших друзей кончается зарядка в пути, они ничего не могут сделать, пока им кто-нибудь не поможет. И это может быть очень опасно, если помощь не придет вовремя. Верно. Такая неприятность может случиться со всеми, кто не может зарядиться впрок, а заряд внезапно закончится. Да, а станция подзарядки в нашем городе всего одна. И тем, кто живет далеко от него, добраться до станции очень непросто. Хм, то есть нужно построить станцию подзарядки для экстренных случаев? Угу. Что вы об этом скажете? Я думаю, это отличная мысль. Такая станция облегчит жизнь всем нам, если мы будем заправляться на ней только в крайнем случае. Да, это отличная идея. Ну что ж, тогда я поговорю со Стэйси, как это можно устроить. Итак, моя задача подавать сюда энергию с основной станции и время от времени по сигналу приезжать и пополнять заряд аккумулятора. Да, так как пользоваться им будут редко, просто каждый день проверяй сигнал. Джим, Стэйси! Привет, ребята! Что вас сюда привело? Мы встретились на дороге. Ребята сказали, что они едут на станцию экстренной заправки, и я поехала с ними. Все готово? Да, благодаря помощи Стэйси мы все быстро сделали, и с этих пор вам больше не придется бояться того, что батарейка сядет. Ух ты, как здорово! Вы не представляете, как я рад. Ведь когда заряд кончается, мне приходится очень несладко. Ага, теперь нам всем будет удобнее. Но есть условия. Приезжать сюда нужно только в крайнем случае. Верно. На этой станции смогут подзарядиться максимум пять машинок. Поэтому заряжаться постоянно здесь не получится. Да, приезжайте сюда, только если до меня добраться не получается. Хорошо. Станция подзарядки рядом с моим домом. Теперь мне не нужно будет ездить на станцию экстренной заправки. Начинается зарядка. Пожалуйста, не двигайся. Зарядка завершена. Ого! Я здесь зарядился гораздо быстрее. Ух ты! Так это правда! Значит, мне больше не нужно ездить на станцию к Стэйси. Вот здорово! Так, кажется, никто не смотрит. Начинается зарядка. Пожалуйста, не двигайся. Зарядка завершена. Доброе утро! Привет, ребята. Что-то у тебя сегодня никого нет. И меня это беспокоит. Беспокоит? Разойдитесь, пожалуйста. Скорее, Стэйси. Клини, нужна твоя помощь. Клини. Клини. Спуки, что с тобой случилось? Аккумулятор на экстренной станции разрядился очень быстро. Стэйси попросила меня проверить, что с ним. Но по дороге я увидел Клини с разряженной батарейкой. Да? Клини, ты в порядке? Да. Раз у тебя садится батарейка, почему же ты не заехал на экстренную станцию? Я-то как раз заехала, но там уже не осталось электричества. Совсем-совсем. То есть заряд аккумулятора опять закончился? Как это опять? Как это опять? Хотите сказать, что она за сегодняшний день уже трижды подзаряжала экстренную станцию? Да, именно так. Утром она получила сигнал, поехала туда и заправила аккумулятор. А в полдень еще сигнал. А на станцию к самой Стэйси сегодня почти никто заряжаться не приезжал. Вы хотите сказать, что все заряжаются на экстренной станции, чтобы не ездить на основную? Да, выходит, наш план с экстренной станцией не сработал. Ведь мы хотели, чтобы машины там заряжались только в крайнем случае. Наверное, идея построить экстренную станцию была неправильной. Возможно, теперь из-за нее у многих могут возникнуть проблемы. Это очень серьезно. Мы не можем постоянно следить за этой станцией, но и избавиться от нее мы уже не можем. Как обычно, зарядка только для меня. Кажется, это лифти и пости. Привет, ребята. Привет. Ты тоже хочешь зарядиться? Ну да, как видишь. А что это? Зарядиться может только один? Я приехал сюда первым. Значит, оставшийся заряд... Еще чего? Мы с тобой приехали почти одновременно. Что ты такое говоришь? Я приехал первым. У меня сегодня очень много работы. Кстати, о работе. Я сегодня самый занятой. Ребята, можно сегодня я здесь заряжусь? Мне нужно закончить работу в порту, а заряда почти не осталось. Как же я работать буду? Ты уж прости, лифти, но у меня тоже есть важная причина, чтобы здесь зарядиться. Мне нужно срочно доставить одну посылку. И если я опоздаю, то тогда... Начинается зарядка. Пожалуйста, не двигайся. Нет! Что вы делаете? Знаешь, здесь вообще-то очередь. Пожар! Команда спасателей Джин. Джин, у нас случилась беда. Срочный вызов. На станции экстренной подзарядки начался пожар. Кэп перевернулся возле станции. Всем спасателям срочно отправиться на помощь. Хорошо. Кэп перевернулся. 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 Девушки отдыхают 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 Всегда!